Когда-то самые быстрые халтыкинцы теперь простаивают в загонах. Уже долгое время они не участвуют в скачках. Причина – нет площадки, нет того самого ипподрома. Здесь все было красиво оформлено, статуи лошадей, фотографии, дипломы – это все было. Вместо картин – обшарпанные стены. Когда-то светлая комната превратилась в руины. Нурмагомед Магомедов заходит в кабинет, над которым он работал несколько лет. После показывает свое место рядом с трибуной, где когда-то работал комментатором. Кульминация всего бывала скачка и джигитовка. Здесь на правительственной трибуне не то, что все руководство республики, это было обязательно. Постоянно приезжал Расул Гамзатов, он любил очень эти скачки. Ностальгия – это видео 30-летней давности работники ипподрома просматривают до сих пор. Вспоминает полный аншлаг на трибунах и сотни желающих попасть на скачки, но так и не доставших билеты. Если раньше здесь собирались сотни человек с разных регионов России, то сейчас это место трибуну напоминает меньше всего. Бетон разваливается, везде мусор, а в некоторых местах так и вовсе деревья растут. Работали днем и ночью. Лишь бы ипподром продолжал свою работу, а халтыкинцы побеждали на скачках. Нурмагомед рассказывает о тех самых трудных временах, когда работники порой ночевали на конюшне. День и ночь были с лошадьми. Роды принимали двое этих лошадей, чтобы сохранить этот племенной состав чистых кровей текинцев. Они такую селекционную работу провели здесь. И нужна была просто реконструкция легкая, косметическая. И тут одни взялись инвесторы, пришли первые, когда хотели его реконструкцию провести в 99-м году. Вот эти трагические события 99-го года и это отложили. Отложили, а потом, по словам работников, начался самый настоящий расхват земель. Раньше в этом месте находился ресторан. Несколько лет назад здесь произошел пожар. Работники полагают, что это был намеренный поджог. Именно после него они полностью перестали надеяться на то, что ипподром будут реконструировать. Инвесторы, которые, по данным правительства, в 2013 году должны были помочь с реконструкцией ипподрома, так и не появились. Уже после планы властей, вероятно, поменялись. Ипподром решили передать в частные руки. Воевать жители этих двухэтажных домов заставляет условия. С 1975 по 1991 год им, как работниками подрома, государством были выделены дома вблизи предприятия. Теперь они окружены котлованами и, как в шутку говорят сами жители, самодельными бассейнами. Вот канава, которая идет кругом. 6 метров глубина этой канавы. Двое детей ели в последнем году. Хорошо успели здесь. Взрослые люди, они прыгнули здесь и спасли детей. Ветеран боевых действий Магомед Расул Магомедов говорит, что многочисленные котлованы заполнили водой. Из-за этого сырость не только снаружи, но и внутри дома. Деревянный пол уже сгнил. Сын Магомеда Расула показывает, как они узнают, что подвалы опять затоплены. Все это делается, чтобы мы добровольно покинули земли, утверждают жильцы. Были и предложения. Так некто по имени Али обещал людям квартиры в новом доме, если они освободят территорию. Воевать мы тоже не хотели. Согласились, оставили все. Потом через некоторое время, ну, Ахихур там руководство менял, оставили вас, как есть, так. Я говорю, канализацию убрал. Это кто нам оставил? Вот этот человек, сосед, у него плавает дом, первый этаж. Кто? Все разошлись. О канализации, Патимат говорит, неспроста. Отходы из канализационных труб стекают в котлованы рядом с домами. Дворы людей пропахли. Пусть ходу. Мы не требуем жилья. Хоть пусть нам то, что испортил условия, восстановит нам. Дома не стояли и на кадастровом учете. Это выяснилось, когда одному из жильцов понадобилась прописка. Однако за газ и свет плата взималась регулярно. Общежитие у них стоит на карте, на схеме все есть. А вот именно дом специалистов нет. Я вот вызвал человека, он пришел, поставил метки, как положено, и составил схему чертежа. И только в этом случае включили этот дом, получается, вот уже в кадастрово. Когда знаешь, делаешь свое, начать свое дело открыть, это не страшно. Макаш Ариб Джапар был работником Дагестанского конного завода. Со временем он вместе с братьями решил основать частное предприятие. Вслед за ним оставили работу и несколько других сотрудников убыточного предприятия. Всего в Махачкале около 500 лошадей, и большая часть из них проживает именно здесь. Но ритм их жизни изменился давно. Вместо поля большинство из них видит только конюшню. Здесь лошади кардинально отличаются от частных, но не породой, а своим видом. Недокармливание доводит до того, что у них уже ребра видны. Земля ипподрома и конного завода передана в Министерство по земельным и имущественным отношениям. Как распорядиться ведомство государственной землей пока не ясно. Но несмотря на все трудности, работники готовы вернуться к любимой деятельности. Они надеются на возрождение ипподрома. Ведь именно сюда завез лошадей Владимир Шамбарант, самый известный селекционер лошадей 20 века. И именно здесь был построен первый в России конный завод чистокровных окалтыкинских лошадей. И об этом надо помнить, особенно тем чиновникам, из-за равнодушия которых славная история дагестанского коневодства переживает не лучшие времена. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, Гаджи Магомедов и Тауд Гасанов. Телеканал ННТ Махачкала.